Всем привет! Мы ученицы 11 класса и меня зовут Катя. А меня зовут Даша и сегодня мы вам расскажем и покажем самый простой способ излечения ДНК из томата, киви и банана. Наверное, на первый взгляд это может показаться невозможным, ведь выявление ДНК для нас всегда было нечто из ряда вон выходящего. Но целью нашего видеоролика является доказать ученикам гимназии и основной школы, что это возможно не только в лабораторных условиях, но и в домашних. Да, а теперь интересный факт. Если бы вам пришлось ежедневно писать одно слово в секунду по 8 часов в день, то бы потребовалось 50 лет на то, чтобы написать геном человека. И если размотать ДНК во всех клетках нашего тела, то нить будет простираться аж на 10 миллиардов миль от Земли до Плутона и обратно. А также всего в двух граммах ДНК может вместиться вся информация в мире, записанная в цифровом виде. Итак, мы начнем наш эксперимент с банана. А вы знали, что ДНК банана и человека похоже на 50%. А также для проведения опыта нам понадобится разнообразная химическая посуда и реактивы. Ну а теперь мы займемся приготовлением буферного раствора. Стоп, стоп, стоп! Вы же, наверное, не все знаете, что такое буферный раствор. Так вот, буферный раствор или просто буфер. Это раствор, обеспечивающий сохранение показателя pH на постоянном уровне при добавлении сильной кислоты или сильного основания. Теперь, когда вы уже знаете, что такое буферный раствор, мы начнем приготовление. В первую очередь нам необходимо налить 120 миллилитров воды в чистую стеклянную емкость. Затем мы добавляем 1 четвертую чайной ложки поваренной соли, 1 чайную ложку пищевой соды и 1 чайную ложку шампуня или средства для мытья посуды. Далее мы все это перемешиваем и ставим охлаждаться в кастрюле или любом другом сосуде, наполненном смесью колотого льда с солью. У нас есть Крик, у нас есть Watson. Вау! Трехмерная модель ДНК, который эти ученые создали в 1953 году в Англии. На следующем этапе мы должны подготовить наш объект к эксперименту. Разрезаем банан на мелкие кусочки, помещаем в подходящий по размерам чистый сосуд, добавляем немного воды, после чего тщательно измельчаем до однородного состояния блендером, включая его несколько раз на 10 секунд с небольшими перерывами. Стоп-стоп-стоп-стоп! В 1869 году ученый Мишек выделил из клеточного ядра вещество, названное им нуклеиновой кислотой. Оно является носителем генетической информации. Ну а теперь мы перейдем к самому эксперименту. Нам необходимо поместить 5 миллилитров полученного пюре в чистую емкость. Далее добавляем 10 миллилитров охлажденного буфера и полученную смесь энергично перемешиваем в течение не менее двух минут. Именно в это время происходит разрушение клеточных стенок и выход содержимого клеток в раствор. Далее аккуратно фильтруем смесь через марлю в узкий сосуд, тем самым отделяя раствор, содержащий ДНК от нерастворимых остатков. А теперь самое интересное, то ради чего мы все это и делали с вами, это проявление ДНК, что является последним этапом. Итак, мы предварительно сильно охладили спирт в морозильнике и теперь при помощи шприца аккуратно наносим 10 миллилитров охлажденного спирта на поверхность раствора ДНК. Мы все сделали правильно и поэтому спирт, плотность которого меньше плотности буфера, останется на поверхности раствора. Далее мы помещаем деревянную палочку в раствор, таким образом, чтобы ее кончик оказался непосредственно под границей между буфером и спиртом. А теперь очень осторожно в течение одной минуты поворачиваем попеременно в разные стороны. При этом наиболее длинные фрагменты ДНК накручиваются на палочку, а затем мы вытаскиваем палочку и спирт заставляет ДНК прилипнуть к концу палочки и мы увидим на нем прозрачный вязкий осадок. Далее проделываем все то же самое с киви и томатом. Наука это весело и просто. Вы сможете сами провести подобный эксперимент у себя дома. Но, конечно же, для более лучшего результата нам понадобилось бы лабораторное оборудование и подходящие условия. Но не отчаивайтесь! Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы ждем ваших отзывов. Пока!